Все. Всем добрый день. Я Зеев Рубинс. Мы продолжаем в принципе Вера Рамбома. Мы находимся на втором принципе. На самом деле между первым и вторым. Вот. И сегодня у нас будет, немножко будет сокращен урок будет, сегодня будут разные очень, так сказать, философские моменты и элементы. Итак, мы говорили, что вот эти вот великие принципы, великие истины, веры, да, значит, они были из-за разных причин утрачены еврейским народом. И кроме редких намеков в Торе и в Медрашах, стало много шелухи, по словам Рамбаха, от настоящих хлебных зверей, но очень мало. Мы в 71 главе первой книги «Подъедителя» забудшим. И тем не менее, эти вот истинные принципы веры, они, конечно же, есть у Геоним, у гаонов еврейских, да, которые в Вавилоне жили, значит, есть даже среди караимов, мы упоминали, естественно, среди еврейских раввинов, которые жили до Рамбама, да, значит, в Капах приводят Ибн Гвироль, Абахи бен Пакуду, Авраама и Бенез знаменит, Маше и Бенезру, и Рабио дуалеве, даже среди караимов и некоторых мусульманских мудрецов-мутакалимов. Значит, Рамбам очень часто ссылается на мутакалин, значит, окей, мутакалин — это такая вот философская школа внутри ислама, пытающаяся понять вещи логично и рационально, в каком-то плане похожа на самого Рамбама, ну, конечно, к слову, это правильно-то, но Рамбам, как рациональный философ, конечно, в удивительности лучших, Рамбам, в первую очередь, философ, но также здесь он уже проглядывает, и мы увидим, он Рамбам, в первую очередь, Ишалаха, человек Аллахи, человек еврейского закона, как жить практически. И мы увидим сейчас, что Рамбам, он рассматривает доказательства вот этих вот мутакалин, исламских мудрецов, философов, рационалистов, и отвергает их один за одним. То есть, они, с его точки зрения, слабы. Итак, случилось, что первым делом в ислам на путь вот этих вот рациональных доказательств вступила секта мутазолитов. Это вот этот мутазоле, о котором мы говорили в 17 главе третьей книги «Пределитель заблудших», когда мы рассуждали про свободу выбора. Там было, значит, пять партий, пять идеологий, и четвертая мутазолия, которые говорили, что Всевышним все известно, есть свобода выбора, но от Всевышнего выходит только добро. Зло не выходит от Всевышнего. Они затруднялись разъяснили, как зло есть в нашем деле. И поэтому, все, что зло, это, на самом деле, добро, тебе будет заплачено в будущем мире, да? Значит, поэтому есть свобода выбора, но перед Богом нет зла, только добро, исключительно. Это эти же самые вот мутазолия. И здесь Рамбом поминает, что произошла интересная рекурсия, что сначала вот эти вот мутазолиты, рационалисты, как сказать, которые за свободу выбора, что не так уж мало на самом деле, они взяли свои основы из еврейской религии, а потом из-за вот этих вот тягот Галута евреи по злоустре к мутазолитам стали обратно свои же, значит, принципы в мусульманском изложении к себе так сказать, имплементировать. Через некоторое время, а после этого в исламе возникла другая секта, именно ашариты. Это вот это вот ашария, это третья, значит, партия, которой мы говорили, которая говорит, что есть Ашгахапратит, есть полное божественное управление миром и нет свободы выбора. Странно. То есть, человек, все, что он делает, это Всевышний его ведет, так Всевышний хотел, и поэтому человека, если так, невозможно наказать. И опять-таки у этих вот ашаритов, у них новое воззрение, именно, что нет свободы выбора. У наших же единоверцев, у евреев, этих воззрения не встретишь. Именно то, что мы сказали, отсутствие свободы выбора, да, то есть, это основной пенсии еврейской традиции, но не потому, что они, евреи, предпочли первую доктрину, второй, не потому, что евреи выбрали Мутазалию, а не ашарию, а потому, что хронологически они устроили первую доктрину, и поэтому уже на вторую не смотрели. то есть, так получилось, что евреи свои же, собственно, верования в пересказе мутазалитов восприняли, они им понравились средневековой Испании, на этом они остановились, а новые, значит, влияния, значит, в мире религий, они уже евреи не рассматривают. Что касается жителей Андалузи, я говорил, что это Испания мусульманская в целом, из теста принадлежащих нашему народу, то есть, евреи, живущих в мусульманской Испании 11-13-13 век, что они придерживаются речений философов, склоняющихся возгрением там, где-то не противоречить закону. То есть, где древнегреческие философы, Платон, Сократа, Аристотель, не противоречат иудаизму, наши соотечественники охотно это берут в Испании. И ты не найдешь, чтобы они следовали путям мутакалимов, исламских рационалистов. Поэтому в многих отношениях их подход, мутакалимов, исламских рационалистов, в немногих вопросах совпадает с нашим подходом, изложенных в этом тратакте, в Муреновухе. И мы видим, что Рамба в основном спорит вот с этим мутакалим, с исламскими рационалистами, потому что опять-таки с людьми, которые говорят, что нет свободы выбора, то не о чем говорить, то даже не о чем спорить. И знай следующее, все, что высказывается мусульманами любых течений, как мутазалитами, так и ашаритами, представляют собой во зрение две основные идеологические школы, которые спорят во время Рамбама в раннем Средневековье, то есть одни за свободу выбора, другие мягко говоря против, то все эти воззрения основаны на постулатах заимствованных исписаний древних греков и сирийцев. То есть вся мусульманская школа, причем в любых течениях, опирается на предчаствующих им философов греков и сирийцев, пытающихся оспорить воззрения философов и опровергнуть их лечения. Опять-таки сейчас увидим что-то за философы. Возникло это учение и последующая причина. Это произвел, когда христианское сообщество, а доклина христиан тебе известно. Тебе, вот этому ученику, Иосифу Барюда, который пришел и говорил, что он, видимо, был из древней Киевской Руси, из Украины пришел, может, из Акропатия, не знаю. Поэтому этот вот человек, который пришел в 12 веке к Рамбаму, он прекрасно христианство, Киевская Руси уже была христианской, вся Восточная Европа была христианской, а этот ученик не был из Марокко, там христианство абсолютно было неизвестно. Так вот, христианское сообщество включило в себя две упомянутые общины грековых сирийцев, их взгляды, в которых распространены были философские воззрения, среди которых философия возникла, и потом появились правители, покровительствующие религии. То есть Ибн Тивон считает, что речь идет о Рамбаму императора в Византии, Истуниана и Феодосии Велико. И когда греческие и сирийские ученые тех поколений, то есть это уже не Платон, Сократ и Аристотель, а греческо-сирийские философы, жившие при Византии, тех поколений, мы видим, сейчас Рамбух назвать по именам, что философские воззрения их, то, что они унаследовали, находятся в глубоком и очевидном противоречии с этими доктринами, то есть философия развелась, взгляд на божественность развился, и то, что они говорят сегодня, скажем, 4-5 век Византии, и то, что говорил Сократ лет 800-900 назад, это глубокое противоречие, то возникло упомянутое учение Калама. Калам это опять-таки это внутри ислама, это вот тот же корень что мы такали Калам строго говоря, Калам по-арабски переводится у нас как беседа, разговор, то есть имеется ввиду слово Бога, слово Всевышнего, то есть имеется ввиду исследование божественности, что же нам сказал Бог, что нам Бог заповедал внутри ислама. И вот этот вот Калам это опять-таки попытка в целом, из которой потом раскололись и Мутальзия, и Ашария, это попытка вот такого рационального объяснения божественности, если хотите, да, то есть греческая, греческая философия рационально объясняла не божественность, почему Бога нет в той или иной степени, то Калам в целом и его представитель Мутакалим, рациональные исламские философы, они пытаются в рамках религии, в рамках мира Бога, пытаются доказать на основе логичного, значит, дидактического аппарата, который нам заповедовали древние греки, то есть совместить научные методы познания мира с религиозным подходом, с некими аксиомами. И тогда они, вот эти Мутакалим, исламские рационалисты, ученые, стали устанавливать такие постулаты, аксиомы, которые помогали бы им обосновывать их верования и оспаривать те воззрения, которые подрывают основу их закона, их мусульманского закона. Когда же возникла исламская община, то есть не отдельные мыслители, а исламская община, имеется в виду много стран, много миллионов людей, писания философов перешли к ней. О, здесь очень интересный пункт. Рамбам говорит, что все вот это духовное наследие, мы сегодня говорим, что вот, Римская империя, христианство, они унаследовали Древнюю Грецию, Рамб говорит, ничего подобного. Древнюю Грецию исследовал ислам на философско- рациональном уровне. Так вот, когда значит, Заванская община, все писания философов перешли к ним не только на физическом уровне, но и снимек, перешли и сочинения написаны в опровержении философских книг. В опровержении философских книг это вот, если хотите, опровержение Эпикура, вот этих вот древнических школ, которые говорили, что все случайно, это первая партия, первая идеология. Таким образом, они нашли посвященные в этом вопросе расчуждения Иоанна Филопона. Значит, Иоанн Филопон это знаменитый Иоанн Трудолюбил или грамматик, это, значит, 5-6 век новой эры, есть, был. Знаменитый тут против Прокопла о вечности мира. То есть, евгельская философия Прокопл писал о вечности мира, что мир вечен, мир не сотворен. Соответственно, Бога нет. Значит, есть рассуждение на эту же тему Ибн Ади, это Яхи Ибн Ади, 8-9 век, багдадский философ христианин, что интересно. Им подобных ухватили за их полгаштем самым достигли высочайшей цели. Кроме того, они, мутакалим, исламские рационалисты, выбрали из воззрения древних философов. О, древних философов это у нас что? Все, включая все? Включая и противников божественной идеи, и сторонников. Выбрали из воззрения древних философов то, что сочли полезным для себя. Выборочное цитирование. Что нравится цитируем, что не нравится опускать. И страна, то, что более поздние философы доказали несостоятельность этих воззрений, например, таких к учению об атомах и о пустоте. Учение об атомах это не то, было, значит, в Средневековье и в древности учение о пустоте. Это сегодня вообще нам странно и непонятно. В дальнейшем Калам, рационализм исламский, расширился, его приверженцы пали еще ниже, перейдя на иной путь, странный путь, на который никаким образом не вступали мутакалимы среди греков и им подобных, поскольку были близких философов. Окей, то есть мы видим, что, опять-таки, доказательство божественности вместо того, чтобы улучшиться, понять ее лучше, они пали и ухудшились, хотя вроде как унаследовали один другого. Затем в исламе появились положения религиозного закона, то есть что делать, шария, еврейский халаха, составляющий исключительно принадлежности их приверженцев. То есть так как есть разные исламские школы, одни считают нужно делать так, другие, например, в исламском календаре сегодня есть разные даты Рамадана. То есть в разных странах он плюс-минус день-два, так же как христиане с разных дат Песаха, Пасхи и Рождества, так и мусульам по сей день есть немножко разные даты, отличающиеся. Начало, конец Рамадана, соответственно, каждый из приверженцев данного течения рассматривает только свои законы, все другие считаются неверными, да, и поэтому, значит, каждый защищал только то, что ему есть нестателем необходимость защищать, то есть каждый защищает свое подтечение, там, сунниты, сунниты, шуиты, шуиты, металльзиты, металльзиты, ашири, ашири, и так далее. То есть нет общей религиозной мысли в целом, да, это то, что прят-сарабам сказать, хотя вот эти вот мутакалим, они пытались приподняться над разными течениями в исламе. Кроме того, между ними возникли споры, каждая секта стала ставить свои постуаты, полезные для ее защиты и воровоззрения, как шуиты, сунниты, позже. И без сомнения есть общие вещи для нас всех, для кого для нас всех? Религиозных людей, людей, которые считают, что Бог есть, нужно как-то с ним считаться в идеале, да, общие для всех, то есть для евреев, христиан и мусульман. И что же у нас общего между нами? А именно утверждение о сотворенности мира. То есть мы видим, что одно из центральных положений вещей в мире, да, несмотря на все различия между евреями христиан и мусульманами, мусульманами, есть гораздо более общее, что нас объединяет, а именно утверждение о сотворенности мира. И это важнейший элемент веры Рамбома, принципа веры Рамбома. Мы сейчас увидим, что Рамбом рационально отвергает почти все, что предлагают самые разные адепты разных течений, сект и верований. Пытаясь из лучших побуждений, что это важно доказать, они приводят к неправильному результату. То есть по Рамбому важен не только вывод, что мир сотворен, а также путь к этому выводу. В момент, когда есть неправильный путь к верной идее, то все ломается. В момент, когда придет кто-то и докажет тебе, объяснит тебе, что твои рассуждения не верны, так что получается, мир не сотворен. Поэтому важно не только знать конечную точку, куда ты к ней стремишься в рассуждениях, но и правильный путь. И поэтому от утверждения сотворенности мира зависит истинность, чудес и тому подобное. То есть остальные, скажем так, утверждения разных религий, евреев, мусланд, христиан, они упираются в сотворенность мира. Хорошо. Другое дело, это предметы, которые посвятили себе эти две общины. Какие эти две общины? Это вот евреи-мусульмане по рамбаму. Он христиан знал, про них пишет, но в основном опирается на этих калимах, очень часто с ними спорят. Которые вот эти две общины обсуждали один из вопрос о троичности, это христианство, или обсуждаем неким сектором и другого общины калам. Они привели к необходимости особых постулатов, то есть пришли к выводу, что необходимы некие аксиомы веры, если хотите, к математике, и с помощью этих избранных постулатов обосновать те положения, которым они посвятили себя. То есть, короче, все религиозные общения пришли эмпирически со временем к необходимости сформулировать некие религиозные постулаты. В сущности, это то, что мы изучаем в принципе 13 принципов вера Рамбома, но опять-таки они есть у христиан, у католиков в виде сакраментов, они есть базисно у мусульман, опять-таки, в каждой ветви немножко свои вещи, но у каждой религии должны, у каждой группы определенной веры, включая у философов атеистов, будут основные аксиомы, постулаты, пишет Рамбом. У нас же нет никакой нужды в этом. То есть, это вот ответ, почему евреи в принципе вера Рамбом повелись только с Рамбом, а не до него, и даже они не кодифицированы. То есть, тот, кто с этим не согласен, его изудаизма не выгиб. В общем, все ранние мутакалимы, рационалисты, из греков, принявших христианство, то, что говорит, что мутакалим по Рамбам, это не обязательно исламские мудрецы, это могут быть и греки, и сирийцы, и люди, даже принявшие христианство. И из мусульманцев не полагали началом то, что обнаружится в существовании. Сейчас увидим, это важный момент. Напротив, они, эти мудрецы, размышляли о том, каким подобает быть сущему всей материи вокруг нас, чтобы от него можно было приводить аргументы в пользу истинности их воззрения религиозного или, по крайней мере, чтобы реальность не противоречила этому воззрению. То есть, все вот эти вот ранние мудрецы, которые потом стали христианами и ранние мусульмане, они рассматривали то, что мы называем натур природы, значит, натур Весенша, природу и натуральной науки, чтобы аргументы в пользу истинности их веры, по крайней мере, не противоречили реально существующей картине мира. И когда им удалось построить картину в такую фантастическую картину, то есть люди, чтобы, значит, угазать какие-то принципы веры с реальными законами природы, построили фантастические картины, сейчас Рамбул будет описывать фантастические картины, они допустили, что сущие действительно таково принялись доказать справедливость утверждений, из которых те постлаты, которые подавали их доктрину, хотя бы не противоречили ответу. Так поступали разумные люди, которые первоначившие придерживались такого образа действия. Они заложили в книгах свои постулаты, утверждая при этом, что привело их к этому чистого мозрения, чистая теория, империя. Без всякой среди защитить свою доприную. Не, они никого не защищают, они только вывели законы. Понятно, что это логиня дикан, и каждый защищает свою религию. Однако, более поздние метоколины, более поздние рационалисты-ученые, изучающие эти книги. Ничего не знали об этих обстоятельствах, об апологетике. И поэтому, встречая в старых книгах изращённую аргументацию в пользу своей веры, изращённую аргументацию попытка примирить противоречия между существующей реальностью, физическим миром и некими духовными аксиомами. И всякое старание доказать нечто, проверить нечто, считали доказательством и провержением этого никаким образом не является необходимым для основ религиозного закона. Мы увидим опять-таки, что Рамбом религиозный закон Аллаха в центральной части мировоззрения. То есть Рамбом чекала хифперу через философию. Он несправедливо обвиняли, что он аристотелес философ. И вот этот вот этот закон, который должен признавать, а древние занимались философией лишь для того, чтобы опроверг воззрение других философов. Эпикур, его школа привыкали религиозных философов, религиозные отвергали Эпикура. То есть все такая схоластика без практического применения. А где практическое применение? Это есть закон. Как себя вести? Аллаха. Шария по-исламски, если хотите. Те, кто говорят это, не догадываются и не ведают, как дело стоит, что они так, как они полагают. То есть все, кто берет эту схоластику, разные доказательства, как, значит, все вот эти фантастические картины мира не противоречат известным законам, даже не полагают, что они говорят на самом деле. Ибо древние философы трудились над обоснованием того, что они стремились обосновать. Логично. И над опровержением того, что они стремились опровергнуть. По той же причине, что без этого воззрения, которое не желают вредить, постиг бы лишь ущерб, даже если осуждение приводилось в том, что посредством сотни прожиточных постулатов. Мы увидим, что один из путь доказательств, который был Мутакалим у исламских мудрецов, это множество таких вот шагов, логичных ступеней, которые одна вытекает из другой и чему-то отразовывает дальше. И поэтому ранние Мутакалим решили устранить сам корень болезни. То есть мнение болезни это мнение эпикура, мнение нерелигиозных философов, что Бога нет в глазах, это болезнь духовная. Поэтому выскажу тебе общее соображение. К этому дело подходят слова Фемистия. Фемистий это был византийский философ 3-4 век, который говорил несущая следует воззрением, но истинное воззрение следует сущему. Несущая не несущая стена, а несущая не существует. Сущая существующая, несущая несуществующая. То есть что он пытался сказать, что истинные воззрения на картину мира, они вытекают из реальности. А разные придуманные вещи, они не соответствуют реальному миру. И когда я изучал книгу приманных мутакалимов, ученых, рационалистов, включая древних философов, не только мусульманских, насколько мне это удалось, рамбом не было интернета, не было всех книг, также по мере своих сил я изучал книги философов, то я обнаружил, что пути всех мутакалимов сводятся к одному виду, хотя изучаются множеством подвидов. То есть мы увидим там все доказательства, рамбом сгруппировал относительно божественности в пять доказательств, мы это скоро увидим. То есть один вид, пять подвидов. А именно, они исходят из того, что не следует принимать сущее во внимание как таковое, ибо это всего лишь обычное. Все, что мы видим, всю реальность мира, не нужно воспринимать, как она есть. Может быть, на самом деле по-другому. Мы видим в воду, может быть, это огонь, мы видим облако, может, это ветер, и так далее, и так далее, и так далее. И разум допускает, чтобы реальность могла быть иным. Кроме того, во многих случаях они исследуют воображение, являя его разумным. То есть рабом говорит, что многие доказательства философов и ученых это лишь воображение, это не доказательство. То есть это называется по-русски выдавать желаемое за действительное. и установить свои постулаты, которые ты услышишь в дальнейшем, через несколько глав, они на основании своих доказательств, в кавычках доказательств, выносят решение о том, что мир возник во времени. То есть, что он хочет сказать Трампу, идея верная, что мир возник во времени, доказательства абсолютно липовые и неправильные. И поэтому, поэтому, когда пришел новое время, эпоха научно-технических открытий 17, 18, 19, 20 века, да, когда наука установила, что многое из того, что все эти горели ученые, начиная древних греков, кончая там исламскими мутакалин, они неверно воспринимали физические реальности, они не знали законов, как что функционирует. Соответственно, люди поставили под сомнение и саму идею божественности. И это секуляризация нашего нового времени, 19, 20 века. Именно поэтому Рамгам говорит, что важно не только конечный бывает, что мир сотворен, это верный выводов у всех религий, что мир возник во времени, это верная идея, правильный путь. Важен и путь к этому доказательству. Иначе доказательства ничего не стоят. Если само доказательство верно, путь к нему абсолютно ложен. Коль скоро они установили, что мир возник во времени, то у мира, несомненно, есть мастер, это опять-таки перевод с еврейско-арабского, мы на верительском творец, который создал творец, который создал мир. Да, это наш первый пункт. Первый пункт вера рамбом. Затем они, ну так олимп, приводят доказательства, что творец этот един, это второй наш принцип вера рамбом, а что он един, нет единства подобного. и после этого, основываясь на том, что он един, они устанавливают, что он нематериален. Окей. Здесь есть некая цепочка, а именно, что мир сотворен, и он возник во времени, два очень важных момента, значит, есть Бог-творец, значит, он единый один, и значит, он нематериален. Таков путь всякому таковлим из мусульман, что относятся к этому вопросу. Также их подражатели из нашей среды, о, в нашей среде, в еврейской, есть им подражатели, которые тоже вот так вот воспринимают эту логику. Также их подражатели из нашей среды, из нашей общины, следует этим же путем, но, что касается доказательств их постулата, аксиом, применяемых при обосновании и соответственности мира или опровержения его изначальности, это вот древний спорт, древняя еврейская философия, то они разнятся, методики наших еврейских мудрецов. И общим для них всех является то, что они сначала обосновывают сотворенность мира, а сотворенность этого доказывает, что Бог существует. И так, по мнению вот исламских мутокалин и некоторых еврейских мудрецов, нужно обосновать логично сотворенность мира, а не его вечность, а это логичная предпосылка, что существует Божественность. И когда я рассмотрел этот путь, предлагаемая нам методика, душа моя, Рамбама, отвергла вас чрезвычайно глубоким отвращением. Сейчас мы увидим, что Рамбам предлагает абсолютно другой путь, доказательный, другую доказательную базу. То есть, еще раз, выводы и у такалин исламских мудрецов, и у Рамбама, и там гориллы-христиан, они те же самые, что есть Бог, мир сотворен, мир возник во времени, Бог един, нет единого подобного ему. Все это одинаково. ему путь и методика абсолютно отличаются. И по справедливости отвергла его душа моя этот путь. Ибо все, что а не мне доказательство сотворенности мира, подвержено сомнению и не является окончательным доказательством. Что мы прекрасно увидели в 19-20 веке. Пришла наука, обнаружила самые разные факты из физики, астрономии, математики, географии, чего хотите. Ровно то, что пишет Трампом эмпирически, что доказательство это все чепуха, очень слабые недоказательства, ровно ложь. И выдаваемый желательство действительно. 700-600 лет спустя мы увидели, что так и произошло. Это привело вот эти вот нестойкость и шаткость ложных догм, ложных предположений выдаваемый желательство. Ах, мы доказали. Сейчас мы увидим в рабовом сопроводе ничего не доказали. Западный мир в целом и еврейский как сейчас Западного мира секуляризировались и отошли от веры в Бога. И Рамбом это предвидел задолго до того, как это произошло по факту. Потому что он рационально и логически видел всю эту конструкцию как слабую, неверную и неправильную. Цель не оправдывая средства. И по справедливости отвергла его душа моя во все, что не думает доказательство о верности мира, не доказательство подвижено сомнение является окончательным доказательством. Разве только для того, кому неведом разница между доказательством диалектика и софизма. О, людей в средневековье, которые там не имеют читать и писать, а даже если не имеют читать и писать, не очень понимают, то можно там доказать, что черное-белое-белое-черное. Но в 19-20 веке все эти патенты слить, внимательно, за руками не сработали. И люди стали более образованными. И поэтому все эти ложные доказательства, еще раз, из лучших побуждений доказать, что Бог ешь, что я хочу быть хорошим, слушаться голоса Божьего и так далее, все это хорошо. Но нужно честно говорить, это доказательство, это не доказательство, это слабое место в нашем мировоззрении, это сильное раб, он не напишет, это слабое место в нашем мировоззрении. Рабиуда, Леви, вот это книги Кузарина, которую здесь Равкапах приводит как пример философии до Рамбама, когда, значит, он рассказывает принципы еврейской веры, значит, своему другу, это царь Хазар, некое, значит, собирательное лицо, это вымышленный диалог, который реально не было, книга, в которой объясняется принципы еврейской веры, когда, значит, его царь Хазар спрашивает, а как же ты говоришь евреи, такой вот народ, заключили завет Всевышнего, Всевышний с ним заключил завет, еврея выгнали из страны, они презираемые, убиваемые и так далее. Рабиуда, Леви говорит, здесь ты прав. Это наше слабое место. Сегодня, мы видим, все изменилось, прошло почти тысячи лет со временем Рабиуда, Леви, чуть меньше 800. Поэтому, опять-таки, каждый должен четко говорить, это слабое место в моей вере, в моих представлениях, а не любыми путями доказывать недоказуемо, потому что расплата потом будет гораздо более сильнее и обратный, значит, хук, справа-слева будет гораздо более сильнее. Итак, доказательства эти только вот для толпы, для простых людей, как мусульман, для евреев, которые в принципе согласны с окончательным выводом и им не очень важен путь к этому выводу, что мир сотворен, что бензин и так далее. Да, но если для которых это будет важно и тогда вся эта конструкция рухнет, поэтому Рамбом называют ее фантастические картины. Не настоящие доказательства. Но для того, кому известны эти искусства, здесь опять-таки нужно сказать, что Рамбом и Аристотель называют логику искусством на полном серьезе. Ясно и очевидно, что во всех этих аргументах есть сомнительные моменты, да, вот эта фантастическая картина мира, что в них используются недоказанные постулаты. Перевод. Многие религии используют как аксиомы теоремы. То есть они говорят, это стопроцентно так, даже доказать нечего, еще как, говорит Рамбом, нужно доказывать. Никакие не аксиомы, теоремы. Можно наоборот доказать. И предел возможного для переверженцев закона, взыскивающих истины, переверженцев закона, взыскивающих истины, это евреи, да, пишем закон с большой бутыл галаха, и опять-таки правильных мусульман, которые хотят правильно жить по своему закону, то есть не только соблюдать то, что требует твоя религия, но и жить поистине, по слову Божьему, поэтому вот это вот калам, это беседы о божественности, слово Бога, ну, так алим, пытающийся понять слово Бога, это провержение аргументации приводимых философов в пользу вечности мира. Сколь величественна эта цель, если сколько она достижима. Это ирония, Рамбом тут смеется, в кавычках, да? Известно всякому, занимающаяся умозрением, философией, если он проницательный, привержен истине, не склонен к самообману. О, это вот именно то, что построили в средние века разные религиозные школы, да? То есть построили некую фантастическую картину самообмана, которая рухнула в 19-20 веке, что в этом вопросе в вечном мире или сотворенном, а именно в вопросе о сотворении или вечности людей. Невозможно открыть и решение непосредственно окончает наказательство и что он место остановки разума. Немножко близко к Канту его анатомии чистого разума, не будем сейчас входить в подробности. Выдвигаем МММ, Рабкапах пишет, выдвигаем МММ, Нидам требования ограничить притязание метафизики, созвучно немножко Кантовской критики метафизики, да? То есть Кант критиковал некоторые метафизические идеи. В дальнейшем мы будем подробно обо всем этом говорить. Достаточно того, что философы всех поколений, всех-всех, не только греха Греции, вот уже три тысячи лет, вплоть до настоящего времени, до Рамбома, расходятся во взглядах на этот вопрос, как мы обнаружим это в сообщениях, отначающихся к нам. Самый главный вопрос, опять-таки, то есть единство Всевышнего, у Рамбом упирается в вопрос сотворенности мира. коль скоро имеем мы дело с этим вопросом, и все поступит таким образом, как мы можем принять сотворенность мира в качестве постулата, посредством которого обосновалось существование божества, риторические вопросы. В таком случае существование божества будет проблематичным. Если мир сотворен, то божество существует, если же мир вечен, то божество не существует. Это именно то, что прошло в 19-м веке, когда выяснилось, что миру миллионы и миллиарды лет, и все, значит Бога нет. Если дело будет обстоять именно таким образом, то есть придется признать определенно отечность существования Бога, либо мы провозгласим, что стеренность мира доказана, и будем разить мечом во имя этого, убивать людей мечом, так, чтобы мы могли утверждать, что мы познали Бога в естественном доказательстве, и все это, конечно, далеко от истины. То есть мы видим, что есть религии, которые мечом, огнем и мечом, говорят, мы доказали, что Бог существует, не просто Бог, а именно в нашей версии, покупайте наши билеты в нашу религию, да, и мы будем разить мечом, тем, кто с ним доказательства потом тебе расскажет, оставь, сначала прими это по факту, да, поэтому понятно же, да, что если у тебя есть какая-то теологическая проблема, то ты не доказываешь ее огнем и мечом, да, вот, и поэтому опять-таки, если мы скажем, что вероятность мира, это абсолютная аксиома, кто не согласен, а всегда нужны люди, которые это опровергнут, что им остается их убивать, что невозможно, это неверно, это недопустимо, все это далеко от истины, то есть рамбом воспринимает насильственную христианизацию, исламизацию, как абсолютные вещи далекие от истины, то есть люди должны сами себя переубеждать и сами приходить к этому, рамбом поможет, каким образом, поэтому правильный же метод, на мой взгляд, рамбом предлагает абсолютно другую методику, это путь доказательств, не подлежащую сомнению, что существует, когда существование божества, его единственность и нетелесность доказываются путем философов, путем, который опирается на утверждение о вечности мира. Это не означает, что я придерживаюсь того убеждения, что мир вечен, ровно наоборот, рамбом постановит, что мир сотворен, или соглашаюсь с ними в этом, но именно на этом пути, то есть, как бы немножко примем некое предположение, презумпцию, но именно на этом пути можно утвердить доказательства и обрести полную самостоятельность от этих трех примерных вещей, то есть, существование Бога, его единство и его нетелесность, метафизичность, не физичность, без того, чтобы вынести решение о том, вечен ли мир или сотворен. О, здесь ответ рамбом. Рамбом предлагает вопрос о сотворенности или вечности мира отложить на потом. Да, он предлагает сначала, смотрите, про существование Бога, его единство и нетелесности, а потом мы поймем, смотрел ли мир или нет. Вопросы. Юра пишет, что я снял у него с языка, канды-то есть чистый романи. Есть такое. Вопрос. Рабзеев, может, я плохо понимаю тему, но доказательство периодически в состоянии Всевышнего невозможно. Правильная логика или неправильная, доказательство, можете, это вопрос, вера не знаю или ошибаюсь. Окей. Смотрите, верно. Значит, рамбом солидаризуется с вашим вопросом, не с ответом. Он говорит так, давайте, говорит, пока, это наш сегодняшний современный путь, так как мы много знаем и так, и так, мы говорим, ну, ничего не сможешь доказать. Все вопрос свободы выбора. Кто выбирает атеизм, окей, кто выбирает веру, тоже окей, все вопрос свободы выбора. Рамбом идет немножко другим путем. Он говорит, давайте, я вам докажу, что Бог существует, что Он един и Он не физически, а метафизически, не телесный, и тогда вы поймете, что мир сотворят. То есть, опять-таки, рамбом приводит длинный-длинный список доказательств мутакалим, вот этих вот мудрецов, рационалистов ислама, что Бог есть. Мы некоторые из них затронем и опровергаем это. То есть, опять-таки, доказательства неправильные. Рамбом приводит с его точки зрения верное доказательство. Я, как бы, спойлер опережу. Позднее по Рамбому это очень интересно. Это проскальзывает уже здесь, даже в первом, в первой книге Кривиде Заблудших. Самое интересное доказательство существования Бога это Галаха, еврейский закон. Абсолютно парадоксальная мысль. То есть, Рамбом находит доказательство, где никто даже не смотрел и не пытался смотреть. Поэтому, опять-таки, Рамбом воспринял бы нормально утверждение, что человек вот свободы выбора выбрал там, что Бога нет. Он бы написал, что такой человек не знает многих вещей. По Рамбому эмпирически можно объяснить себе и даже доказать. У него есть во второй книге, будем учить, он занимается доказательствами существования Всевышнего. О как! Значит, Юра пишет, что через Аллаху он лично пришел к Тории. Действительно, опять-таки, вот это вот Аллаха, именно закон в плане обязательных норм поведенческих, что делать, что делать, это очень сильная сторона иудаизма, и ислама. Несмотря на то, что опять-таки в христианстве, как правило, нет каких-то обязательных вещей, многие христиане воспринимают это, я сам это слышал, как некую проблему, некую слабость их мировоззрения. Поэтому именно обязательные повседневные шаги эта штука чрезвычайно важная и сильная, через которую по рамбаму можно понять и доказать себе, как Всевышний, как Бог существует. Еще раз, примерно треть книги, Вера, примерно треть книги занимается вот этим вопросом о соперенности мира, о различных доказательствах существования Всевышнего и рамбам не стесняется разбивать неправильные доказательства существования Всевышнего. И неважно, кто это, из евреев, из мутокалием, из греческих, из кого угодно. Неправильно это, неправильно. То есть, цель, не оправдывая средства, мы говорим, что неправильно построили лестницу, потом обрушилась, и люди шли миллионами миллиардами из веры. Поэтому цель рамбама воспитать человека гармонично, чтобы он правильно воспринимал и теологические основы, и практическое воплощение этой книговой Мишне Тора, она главная в его трудах. Аллаха, как себя вести правильно, но чтобы правильно вести, нужно себе понимать, зачем, что Бог существует, что Он требует от нас. Поэтому, опять-таки, Вера, я на связи к вашему вопросу, не знаю, что сегодня принято, что эмпирически можно и так и эдак, по рамбаму это некая логическая ошибка, это заблуждение. Рамбам твердо был убежден, и он для этого написал, что можно рационально, но очень тщательно и правильно построив картины мира, объяснить и доказать, что Всевышний да, существует. Поэтому у меня на сегодня все. Мы продолжим, и на следующем уроке, я надеюсь, мы дойдем до доказательств Мутакалим, до доказательств исламских рационалистов, как можно доказать, что Бог существует, чьи измечая интересные вещи, которые опять-таки справедливо рамбам писал плавают в человеческую философию. Окей, большое спасибо всем за внимание, кто пришел и кто не пришел. Следующий урок послезавтра, в четверг, да, это у нас получается 30 апреля в то же самое время. Будьте здоровы, социальная дистанция, мыть руки, мыть лицо и будьте благословны. Спасибо большое. Спасибо. До встречи, до связи, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok